Продолжение следует... ...позаконным договор купли-продажи и, соответственно, свидетельство регистрации на квартиру. В прокуратуру обратилась вдова ветерана Великой Отечественной войны Воронова Зинаида Алексеевна. Ей по закону был положен сертификат на приобретение жилья. Сертификат она получила, ну а дальнейшее действие попросила сделать своего брата, то есть для получения квартиры. То есть выписал ему доверенность, тот, в свою очередь... Мошенники. Помолчите, вам еще слово будет. Тот, в свою очередь, заключил договор долевого строительства строительной организации. После того, как дом был сдан в эксплуатацию, значит, Петр Алексеевич, со своей стороны, подчеркиваю, в одностороннем порядке, то есть он не спрашивал Зинаиду Алексеевну, переуступил право собственности своей младшей дочери Алене. А та, в свою очередь, получается, перепродала эту квартиру Отвечице Тамаре. Так, то есть, подождите, значит, сертификат был предоставлен Зинаиде Алексеевне. Да, как доверите рано. Она, значит, выдала доверенность своему сыну, который приобрел... Своему, младшему брату, прошу прощения, ваше честь, младшему брату. Младшему брату. Да, да. Петру Алексеевич. А, дала, значит, младшему брату доверенность, который приобрел эту квартиру, да, заключил договор долевого участия, но который потом также передал своей дочери. То есть, получается, племянница Зинаида Алексеевна. Да, да, все верно, ваше честь. Но, опять же, он не спросил об этом у Зинаиды Алексеевны. Отличная схема машина. Так, а уже племянница продала эту квартиру Отвечу. Журавлевый, да. И вот этот договор купли-продажи вы просите признать недействительным. Незаконным, да. Незаконным. Так, давайте сам оспариваем договор, во-первых. Во-вторых, доверенность от Зинаида Алексеевна на представление интереса. Да, ваше честь, вот доверенность, вот это наш договор. Вот еще на представление... То есть, поскольку права Зинаиды Алексеевны были нарушены, то есть, а в чем ее право-то было нарушено? Она денежных средств не получила? Да, ваше честь, позвольте, я все-таки закончу. Да, пожалуйста. Значит, все это время Зинаида Алексеевна находилась в доме престарелых. После того, как она решила оттуда уйти, она обратилась, соответственно, к брату. Но ни квартиры, ни денег она не получила. И она обратилась в прокуратуру. Значит, прокуратура провела проверку. И передала все материалы дела следственные органы. На данный момент, я хочу успокоить нашу ответственность, возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4. Ну, уголовное дело-то приостановлено уже. Смотрите, в данный момент Петра Алексеевича и также подозреваемая у нас его дочь. Алена. Уважаемый суд, я свои права знаю, я очень хорошо подготовилась. Я добросовестный покупатель. Поэтому я подала встречный иск. И я категорически не согласна с этим данным иском. Почему? Уважаемый суд, я когда покупала квартиру, я просто не представляла, что я могу попасть, быть жертвой мошеннической схемы. Дело в том, что это вот стопроцентная мошенническая схема. Вы открываете интернет, и там написано, что каждый год в России, вот за 2000 на 2018 год, 1545 человек стали жертвами именно такой схемы мошеннической. В том числе и я. Когда я покупала квартиру, вы понимаете, мне все показалось отличным. Я поехала в Росреестр, проверила, естественно, есть ли на этой квартире обременения. Их не было. Никто не был зарегистрирован в этой квартире. Такие покупатели, продавцы были милые. То есть продавец, вот мужчина такой добропорядочный, который мне показался, былший подполковник в отставке полиции. Его дочь, она врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Ну и как по схеме. Действовали как по схеме. А в чем заключается схема-то мошенническая? Я вопрос о том, какая схема. Да, вот смотрите, покупаешь квартиру. Из-за того, чтобы купить эту квартиру, я продала дом. И взяла банковский кредит. Вот, пожалуйста. Ну а схема в чем? Сейчас я вам объясню, уважаемый суд, и вам, господин прокурор. Схема такая, что добросовестный покупатель покупает квартиру у мошенников, через некоторое время делает там ремонт в квартире. Квартира убитая, да? Делает ремонт. Через некоторое время появляется лицо, которое заявляет, что у нее есть все основания, чтобы расторгнуть сделку, потому что оно в момент совершения сделки было невменяемое состояние. Это не тот случай. У него были галлюцинации. И он попадает в психическую больницу. А справка из психической больницы. Так, у нас здесь никто не попал в психиатрическую больницу. У кого не было галлюцинации. Это не тот случай. Минуточку, минуточку. Нет, это тот случай. И вдруг, а тут идентично, посмотрите, бабушка, которая лежит там, и якобы она знать не знает, что на белом свете там творится, где ее квартира. Она в доме престарелых, правильно? Да, все верно. Она знать не знает, что делал ее брат на протяжении почти двух лет. Ну вы же сами понимаете, что данная ситуация, она получается крайне у нас, верно? Уважаемый прокурор, уважаемый прокурор, не перебивайте ответы. Я потеряю деньги и квартиру. Пытаюсь объяснить, но ничего не получается. Вот послушайте, я вам еще объясню. У кого есть постановление о возбуждении уголовного дела? Так, возбуждение уголовного дела, я хочу вам отдать постановление. У вас постановление. А приостановление, пожалуйста. А почему, интересно, почему она у ответчика, а не прокурора? Передайте через лицо. Вот, а ваша честь, я вам сейчас минуточку объясню. Я сама провела свое расследование. Оказывается, вот этот обвиняемый, он сейчас лежит в таком тяжелейшем якобы состоянии в больнице. А кто его лечащий врач? Его дочь. А вы приостановили уголовное дело? И приостановили минуточку уголовное дело, потому что он не может участвовать в следственных действиях. Его просто переклассифицировали. Там у нас стоимость была третья часть, потому что он проходил у нас сначала по части третьей. Это ужас. Стоимость сертификата у нас была около 960 тысяч. А сейчас стали разбираться, там уже сумма более миллиона и группа лиц. Поэтому просто было переклассифицировано по другой статье. Но сейчас приостановлено. Ваша честь, нет, она неверно вам говорит, дело возбуждено опять. Как приостановление? Только по другой статье. Да я уже что-то не понимаю. Вы мне будете рассказывать, что... Да, это вы мне сейчас рассказываете. Уважаемый прокурор, уважаемый прокурор, это вам сейчас не ответчик рассказывает. Я вот смотрю постановление. А приостановление? Да, переквалифицировали, теперь привлекли к ответственности по четвертой части, 159-й, но приостановили дело в связи с нахождением... Естественно, в тяжелении это было состояние. Я хочу успокоить... Минуточку, вот я подогрела. У меня вообще вопрос, почему это постановление передает мне ответчик, а не вы? Ваша честь, дело в том, что это последняя информация, это буквально перед судом мне передали эту информацию, поэтому никаких материалов у меня с собой не было. Я не знаю, кого вы защищаете. Так, хорошо, ответчик, продолжайте. Продолжайте в обосновании своей позиции. Вот, уважаемый суд, я как добросовестный покупатель, договор купли-продажи... Так, вы мне сказали, что вы какое-то расследование провели, что в чем оно заключалось? Да, вот смотрите, вот я хочу вам сначала документы отдать. Моя квартира, я заплатила миллион 180 тысяч по договору купли-продажи и сделала ремонт, договор подряда со строительной организацией, чеки... Если можно, к делу, к делу. 1865 тысяч, это дело, это постараченные мною деньги, вы понимаете, собранные и подраченные. Что касается обмата пенсионерки, лучше обсудим, рассказываем в суду. Иду я по залу, вы знаете, иду я в суде, и совершенно случайно вижу график судебных заседаний, подхожу к двери, вот у меня даже скан есть. Оказывается, вот ваш обвиняемый Петр Алексеевич Кошелев подал иск со своей женой к своей дочери, Алене Кошевой, о взыскании алиментов на 24 тысячи он и жена. То есть они мне хотят оставить вообще без денег и без квартиры. Чтобы делать какие-то выводы, как это делать? Документы, давайте. То есть они вообще... Давайте мне все ваши документы. Пожалуйста. То есть они готовятся уже к тому. Прежде чем делать такие выводы, вы дождитесь официального следствия. Да вы-то с ними может быть занято. Так, стороны, вы прекратите переговариваться друг с другом или нет? Ну как это не прекратите? Вы сюда для чего пришли? Вы понимаете, Ваша честь? Понимаете, вот вы в курсе ситуации. Я добросовестно купила квартиру, выложила последние деньги. Тамара Павловна. А здесь стоит прокурор, вместо того, чтобы защищать мои права, он защищает права мошенников. Данная ситуация, мы защищаем права ветерана Великачественной войны. А может быть она в их схеме была? Где была вдова, и она о чем не знала? Я еще раз вам предлагаю, все-таки дождаться окончания следствия, а потом уже делать ваши выводы. Да какое следствие? Когда следствие я не могу год уже возбудить, а заново приостанавливает постоянно. Якобы он такой тяжело больной, у своей собственной дочери лечится. Вы куда посмотрите? Послушайте, я еще раз, пятый раз вам повторяю, дождитесь официального окончания следствия. Сколько ждать можно? Это уже тянется больше года. Нет, столько не должно. Наговорились? Все? Мне просто вообще, я в шоке от такой ситуации. То есть вы хотите сказать, что и продавец квартиры, и прежний правообладатель, то есть это племянник Зинаида Алексеевна, да? То есть такую затеяли схему мошенническую. Это просто очень хорошо. То есть даже если в случае признания этого договора недействительный, вам бы все равно в течение длительного времени выплачивались эти деньги. Да не выплачивали бы она. Поскольку были заявлены требования о взыскании алиментов. Взыскании алиментов. И она бы сказала, что у меня нет денег. Послушайте, прокурор, но почему вашу работу в данном случае выполняет ответчик? Почему ответчик проводит расследование, выявляет имеющие существенное значение для рассмотрения споров акта, а вы просто представляете интересы лица, в отношении которого совершено мошенничество, но почему-то требования предъявляете не к тем лицам, которые вы совершили, а к ответчику. Я и так уже пострадавшая. Вы мне дадите сказать или нет? Ваша честь, я еще раз повторюсь, на данном этапе мы сейчас защищаем интересы вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Далее, я еще раз повторюсь, уголовное дело возбуждалось сначала по статье 159 части 3. Хорошо, это я все понял. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, он, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил встречный иск удовлетворить, признать ответчицу добросовестным приобретателем квартиры. В первоначальном иске о признании недействительным договору купли-продажи и об истребовании квартиры отказать. Суд удовлетворяет встречный иск и признает покупателя квартиры добросовестным приобретателем, поскольку, покупая данную квартиру, она добросовестно проверила правоостанавливающие документы и выяснила основания возникновения права собственности на квартиру у прежнего собственника. Также покупатель квартиры выяснила данные, касающиеся личности продавца. На момент совершения сделки требований третьих лиц квартиры не имелось, обременений зарегистрировано не было. То есть при заключении договора купли-продажи квартиры ответчик проявил разумную осмотрительность и осторожность, поэтому суд признает ее добросовестным приобретателем квартиры. Суд отказывает в первоначальном иске о признании недействительным договора купли-продажи, поскольку квартира поступила в собственность ответчика не безвозмездно, а приобретена за денежные средства. А у добросовестного приобретателя, в собственность которого имущество поступило возмездно, то есть за денежные средства, это имущество не может быть истребовано, что предусмотрено прямо статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому вам удовлетворение иска отказано. Вы добросовестный приобретатель, а вы разбираетесь в рамках уголовного дела, взыскиваете ущерб. С лиц, которые совершили мошеннические действия. Поэтому не понимаю, почему здесь вам заявлены требования к ответчику. Они являются явно необоснованными при наличии лиц, которые совершили мошенничество. Понятно решение суда? Да уж. Дело закрыто. А вы делайте лучше твою работу. Прошу всех встать. Следствие покажет. Да, следствие покажет. Решение суда. В иске отказать. Встречный иск удовлетворить. Прокуратура берет это дело на особый контроль. И в свою очередь делаем все, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. Я очень рада, что я выиграла сегодня дело. И распутала клубок мошеннических действий этой группы. И сегодня я первую ночь буду спать наконец-то спокойно в своей собственной квартире.